Всем привет дорогие друзья! Хочу поделиться с вами очередной своей покупкой. Но правда не с сайта Алиэкспресс, а с магазина МВидео. Заехал я в магазин, как бы давно хотел себе прикупить экшн-камеру, но все думал, что купить GoPro или Sony. Все-таки остановился на Sony, посмотрев ни один обзор и так посоветовавшись с друзьями, как бы у кого уже имеются данные экшн-камеры. И как бы выбор пал на данную модель HDR-S50. Тем более сейчас на нее идет новогодняя акция в магазине МВидео. Она на 3000 дешевле. То есть сейчас она стоит 14 990, ну 15 тысяч, как бы в общем. Потестил я данную камеру, понравилось все. Использовал ее, правда, только пока в качестве видеорегистратора в машине, качество съемки, то есть, ну, на уровне. Так, что у нас тут по характеристикам, в принципе, вкратце. 11 мегапикселей камера, качество фото съемки 4К, стерео микрофон, Wi-Fi, Bluetooth, поддержка карт памяти microSD, M.2, memory stick до 64 гигабайт, установка приложений с Google Play и App Store. Также еще для ПК можно установить приложение. Так, на коробке на самой, на русском языке нету ничего. Но у меня есть, как бы, вот такой вот буклетик. Взял вот в МВидео его. Где, в принципе, все подробно расписано на русском. Какие аксессуары, что, какие характеристики. Но мы к этому попозже чуть вернемся. Давайте посмотрим, что внутри, как бы, огорчило сразу, то есть, ну, комплектация бедненькая, конечно, за такую цену, блин, 15 косарей. Что-то мало, могли бы хотя бы какой-нибудь аксессуарчик, там, защитный чехол еще дополнительно положить. Что у нас, вот, как бы, в основной коробке два вот таких боксика, получается. В одном из них очень-очень-очень много макулатуры. Как бы, покупаю, покупал фотоаппарат Sony и, вот, как бы, вторая продукция Sony у меня на руках. То есть, ну, Sony любит положить всякую ненужную макулатуру на всех языках. Тут, на русском, еще на каком-то, на арабском, на китайском. Как бы, ну, на многих языках тут расписано все руководство. Это нам не нужно. Все, все равно делайте методом тыка, узнается методом тыка. Так, и основная коробочка, где, то есть, лежит камера. Так, у нас здесь лежал microUSB вот такой кабель, правда, коротенький. Ну, ничего, в принципе, подзаряжать дома, камеру, ну, пойдет. А если что-то в виде регистратора, придется, ну, прикупить новое microUSB, потому что, ну, коротковато он не дотягивается до лбового стекла. Так, крепежик вот такой, переходничок так называемый, который крепится так. Вот так все это дело прикручивается, и защелочка. Вот оригинально она, Sony в комплекте лежала. И в таком вот мешочке лежит сама видеокамера в защитном аквабоксе. Он как водонепроницаемый, ударопрочный, то есть, в принципе, она у меня уже падала один раз, потому что, как бы, крепление слетело с лбового. Довольно-таки крепкий материал. Все, в принципе, цело. Также защищает нашу, как бы, линзу основную. Так, тут кнопочки включения. Вот мы видим, включил я. И все, то есть, управление, тут все нормально. Есть такая кнопка hold, которая блокирует включение, кнопку включения и кнопку записи. Вот она не нажимается. Крепеж вот у нас металлический, довольно-таки качественно все сделано. Теперь вот так. Вытаскивается все это дело. Хоп. И камера у нас, то есть, уже без защитного чехла. В защитном чехле, сразу говорю, звука не слышно. Когда вы будете снимать микрофон, ну, то есть, у нас нет отверстий под микрофон. То есть, ну, безу. Хотя здесь имеется какая-то мембрана, но это надо, не знаю, прям впритык кричать, чтобы, то есть, какой-то там голос записался. Это чисто так вот под водой снимать. То есть, отличная штука. И вот она сама камера. Маленькая, аккуратненькая, легенькая. То есть, получается, тут отсек для аккумуляторов. Так, сейчас мы его... Открыт он у нас. А, ничего, не открыт. Так, вот так открываем. Вот тут аккумулятор. Аккумулятор у нас на тысяч... Сейчас я вам скажу. 1200, по-моему, миллиампер. Сейчас, сейчас, сейчас поточнее, секундочку. Да, 1240 миллиампер часов. Так, снимает до трех часов, как бы, прописывает. Производитель. Но на три часа при качестве Full HD не хватает ее, максимум, два часа. Как бы, если HD качество поставить, то там и все пять-шесть часов она тянет. Насколько у вас, то есть, хватит вашей карты памяти. Здесь отсек для карты памяти. Вот она стоит. То есть, сразу я себе установил карту памяти на 64 гигабайта. Десятого класса упал там же. За вопрос, что-то 2000 составило. Соневская флешка. Видим линзы. Карл Зейс. Функция Steady Shot. Так, кнопка включения. Здесь у нас кнопка записи сверху. Здесь менюшка. И по меню проходим. Так, сразу покажу. Стоит у меня 60 кадров в Full HD. Хватит, пишет на 5 часов записи. Если мы... Так, сейчас, секунду. Вот, видим. 60 кадров в секунду. Если мы поменяем на HD съемку, 120 кадров. Так. Сейчас, секунду. То уже... Стоп, почему-то... Опять на 5 часов. Нет, что-то не то. Так. А, вот на HD съемка на 30 кадров у нас уже будет 20 часов съемки. То есть, уменьшаем качество съемки. То есть, соответственно, ну, дольше будет снимать. Меню многообразно. Очень много функций. Там включение-выключение Wi-Fi. Всех делов. Реально батарейку хватает. Вот, еще раз повторюсь. При качестве HD съемки часов на 5. При качестве Full HD, ну, максимум у меня хватило на 2 часа, что-то там 20 минут. Так, при съемке видеокамера слегка нагревается. Ну, в принципе, это не критично. Вроде процессор нагревается здесь. Ну, это, повторюсь, в принципе, это нормальное явление. Я почитал. Также есть вот еще отсек у нас для зарядки. То есть, micro USB вход заряжается. Все отлично. Что касаемо подзарядки аккумулятора. Аккумулятор подзаряжается лишь только при выключенной видеокамере. Если же камера включена, то есть, аккумулятор у нас не заряжается, а получается, питание идет от прикуривателя, либо от пауэрбанка. Но тут есть одна интересная очень штука. Если вы, грубо говоря, вытащите аккумулятор. Вытаскиваем здесь язычок есть такой. Если вы вытащите аккумулятор и подключите вашу камеру к зарядке, то она будет работать и будет снимать. Вот это очень большой плюс. То есть, как бы, в принципе, аккумулятор вытаскивается, ложится отдельно. Если куда-то вы выходите, там, с машины или еще откуда-нибудь, ну, для съемочки. Ну, подключаете аккумулятор и продолжаете снимать. А так он, в принципе, как бы не нужен. Я сейчас нажму на паузу и продемонстрирую вам, что действительно это все работает. Итак, продолжим. Взял я вот пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер. Подключил его к камере. Как видим, то есть, все включено. То есть, камера работает от зарядки. Аккумулятора нету. Видите? То есть, можно при способу сделать, конечно, взять поменьше. Пауэрбанк какой-нибудь. Я имею в виду размером. Сейчас их очень много. И через USB ходить, снимать. В принципе, кабель особо мешаться не будет. Так, нажимаем. Видите, пошла видеосъемочка у нас. Все работает. Аккумулятор, вот он, отдельно. То есть, очень грамотно продумывал Sony. Хотя, консультант в магазине. Я у него спросил, я говорю, как бы, во время съемки. Заряжается ли аккумулятор? Нет. То есть, камера ведет ли видеозапись или нет. Он говорит, нет. Типа, вот это проблема Sony. Они зачем-то это сделали. Непонятно зачем. То есть, снимать можно только лишь от родного аккумулятора. Когда он подсоединен родной аккумулятор. Приехав домой, попробовав здесь. Здесь есть в меню, можете настроить. Так, вот он. Вот этот вот значок, как мы видим. Зарядка от USB. Ставим ON и у нас все работает. Видно, ну, такой консультант дубовый попался мне. Как бы, вот такая вот штука. Что теперь касаемо характеристик. Давайте я вам по буклету прочитаю быстренько. И, как бы, перейдем дальше. По буклету у нас что они пишут. Не знаю, так вам будет. Видно, не будет. Так, что у нас здесь написано. Так, 11 мегапит. Так. Число эффектных пикселей 11. Водонепроницаемость до 60 метров. Ударопрочность до 1,5 метра. Непонятно. Отморозостойкость до минус 10. То есть, ну, до минус 10 она будет снимать. Аккумулятор будет держать нормально. Так. Вес приблизительный. Только камера 58 грамм. С аккумулятором 83 грамма. Full HD. Качество съемки Full HD. 165 минут. И, как бы, ну, это на сайте все соневском расписано. Какие аксессуары, то есть, можно прикупить. И в чем разница. И так же, вот, установить надо будет вот такую вот программу на телефон. И через Wi-Fi вы законнектите ваш смартфон. И, то есть, соответственно, будете его использовать в качестве монитора. То есть, ну, в качестве дисплея. Будет видно, что вы снимаете. То есть, потом можете просмотреть, что вы засняли. То есть, ну, там, отредактировать. Сделать фильм. И все такое. Там, в принципе, все тоже расписано. Еще что. Советую, как бы, ребят. Вот сейчас ищу, где подешевле. Советую прикупить защитное стеклышко. Сюда, не стеклышко. Защитную жесткую линзу. Вот такую вот штуку. Вот она АК HLP1. Правда, стоит дороговато. Что-то в районе 2000. Одевается она вот сюда вот. И, то есть, ваша оптика будет полностью защищена. Если вы будете пользоваться без АКО-бокса. Как бы нужная вещь. Потому что, ну, линзы, как говорится, можно покоцать. То есть, отпечатки будут они. Как бы малоприятная вещь, если покоцаете все линзы. Так, в принципе, камерой доволен. Буду на нее теперь снимать обзоры. Надеюсь, ну, качество съемки будет в разы лучше. Так, в принципе, советую. Кого интересует. В сравнении с GoPro, посмотрите также обзоры на YouTube. Их очень много. Разница, стоит ли, не стоит. Но, как бы, все советуют, что и говорят, что GoPro намного хуже, чем Sony. Не знаю, правда. У меня GoPro нет. Сравнить не могу. Если у кого-то, как бы, получится взять на время GoPro, последней версии, я обязательно сделаю видео по сравнению с Sony и экшн-камерой Sony и экшн-камерой GoPro. Так, на сим все. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. Пишите комментарии. Отвечу на все вопросы по поводу камеры. Потому что сейчас я буду дальше, как бы, изучать, юзать. Ставим лайки. Всем пока-пока. Спасибо еще раз за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok